Привет, мои хорошие! Ну что, еду к лавке удовольствий. Сидел-сидел, написал Саня. Говорю, Саня, я не приеду, там серебришка для меня было. А он мне написал, старик задел меня. Блин, нажал мне ту кнопку. Задел меня, и я встал и еду. Погода дождяра. Значит, что писали? По поводу неодивого магнита, что типа это очень сильный магнит для монет, я вам отвечу так. Друзья, если монета магнитная, она притягивается абсолютно любым магнитом, если там есть свойства. Есть более слабые, есть более сильные свойства. Все зависит от стружки, которая там находится, либо от того листа металла, была ли она перепутана, либо специально сделана. А не магнитная? Хоть вы ее куда притягиваете? Хоть так, хоть эдак. Так, какие были вопросы вчера? О, ребята, вчера мне парень прислал обалденный товар на ложкой. Там, значит, будут резцы по дереву, новые, Олимпиада. По-моему, 6 штук. Но самое главное, это обрезки бивня мамонта. По очень крутой цене. Торги такие, не особо хорошие. Многие не любят лирику, о которой я рассказываю. Ну, так вот я веду свой канал. Мне так нравится. Кому нравится, те смотрят. Кому не нравится, тоже смотрят. Но через губу. О, кто-то мне прислал. Присылают огромное количество товара на оценку. Огромнейшее. Я сейчас подключил плотно ТикТок. В ТикТоке перекупщик. Тоже заходите. Просто набирайте перекупщик. У меня же там 4,5 тысячи подписчиков. У нас есть бесплатная группа в Телеграм-канале. Тоже заходите. Фейсбук, Инстаграм. Мой Виолити. 1250 лотов постоянно. Что еще? Какие вопросы задавали? Вчера прислали кучу товара. Оценил. Ну, каких-то таких. Сегодня тоже Саня меня приглашал на шашлык. Честно говоря, ребята, такое настроение. В стране война. Не до мяса, не до гулянок. Я музыку вообще не слушаю. У меня есть второй канал, где я бы очень хотел петь. Но нет настроения. Нету. Убито столько людей. И не до песен сейчас. Все это осмысливаешь и понимаешь. Все очень печально и страшно. Вот. Ребятки. Решил, сидел, сидел. Решил поехать. Заеду к лавке. Обычно у меня такие решения спонтанные. Приносят хорошую прибыль. Друзья, захожу в лавку удовольствий. Здесь есть красота. Ильдарио. Ты видел? Ребята, хендмейт. Производство бати лавки удовольствий. Это благотворительный лот солдат-дронщик. Так что, если у вас есть кто-то в аэроразведке и ныщет русню. Вот такая красава у нас есть. Ну, джавелин, может, вы уже бачили. Но есть вот такая вот штукенция. Красивая. Короче, я тебя на заставку поставлю вместо себя. Кстати, хочешь, как бы, интересный момент. Я взял вот этого вот дронщика. У меня есть еще такие солдаты вот с джавелином. Ага, солдат удачи. Да, украины с джавелином. И на улице я увидел еще. Бачишь, вот такая красота. Класс, реально круто. Сюда можно еще ручку вставить. Так, это батя у меня никогда в жизни ничего не варил. То есть, он у меня гуманитарий, фотограф. Это сейчас я ему купил сварку. И вот это он... Ну, вот маленькую такую, да? Полуавтомат. Полуавтомат. Ну, как такой, средненькую. Вот. То есть, не пайка. Не, не пайка. Это что, пайка делает. Только как машины паяли, а полуавтомат. Да, я понял. И, короче, прикол. Выставил, написал благотворительный лот. А во время начала, когда еще Харьков был окружен, Андрей Сизов в Киеве подарил мне марку русского корабля. И я ее выставил у нас там с открыткой. Достигло 15 тысяч, как благотворительный лот. Так сейчас убрали эту штуку. Я вчера выставляю. Думаю, соберу деньги на Бенц. Благодийный лот. Аэророзвитка. Утром просыпаюсь, а мне там сообщение. Шановный, если вы хотите благодийный лот, вы должны написать, куда вы эти... Короче, деньги не придут вам. Показывайте ссылку, куда должен оплатить тот, кто купит. Я думаю, вот это красота. Я говорю, меняйте. Хотите, отправляйте вот эту карту, там, где собираем волонтерам на Бенц. А если так нельзя, вы думаете какие-то сомнения, отправляйте притули. Вот. И сейчас жду от них ответа. Ну просто умно сделали, потому что я открыл там все вот эти вот, ну, кто хочет заработать денег какими-то образом, и взяли, и себе могут написать благодийный лот, правильно? А деньги тратить. Их такое количество. А сейчас прикольно, раз, взяли, очень умно, и сразу я написал, вот ссылку им кинул сразу, отправляйте сюда. Поэтому, ребятушки... Виолике респект. А в темноте он у тебя поменьше пиксель. Нет. У меня что, седина. А седина и прыщи видны. Я что, это видишь? Нет. А ну зубы показывай, все белые. Да, у меня зубы никогда не были белыми, но они у меня такие... Эм... Ретро. Ретро-винтаж. Винтажные зубы. Очень, ребята, лавка удовольствия Саня Манкевич. Ну, понятно, нас многие, меня многие, Саню еще не знают многие. У нас много новичков. Я в шоке. Оля, я думаю, как у них у меня руки свободные. А то обычно я тебя снимаю, а тут смотри, сколько движений. Тут можешь мне накостылять. Ребята, конный рынок. Это Харьков. Вот я всегда, кстати, во всех роликах я сейчас без всякого. Всегда говорю, Саня мне делает скидки. Он здесь работает с женой Еленой. Лызнов так лызнов. Лызнов, лызнов. Не, ну я всегда говорю, что он честно. Он мне всегда делает обалденные скидки, потому что, ну, не сильно много покупаю, но покупаю. У меня же такой девиз. То есть, если ты покупаешь какой-то товар по двойной цене, то второй ты получаешь совершенно в подарок. И еще у меня есть отсрочка платежа. Как в банке. Как в банке. То есть, кредит. Пикнул, пропикал и все оформил. Пропикал. Пропикал. У меня же тут менеджер сидит. Слава богу, мультика сегодня нет. Почему? Ну, не знаю. Мне надо гадость какой-то сказать. Он меня сегодня приглашал на шашлык. Ну, я говорю, Саня, ну, вообще настроя вообще. Сань, если у него нет настроя, какой адрес? Я приеду. Какой адрес пиши? Все, мои дорогие. Forever. Вкусные покупки сегодня. Две штучки. Почему купил только два предмета? Товара. Царизм. Ложечка классная. 84. И редкие бусы. Почему редкие, ребята? Потому что они вот в такой форме. Называется таблетка. Или таблетки. Вот такая красота. Есть у меня клиентики под них.